Привет, город! В студии с вами я, Наталья Хорошилова и команда Сигмы. Давайте посмотрим новости вторника. Мы начинаем. 21 февраля Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Напомню, в 2022 обращение к депутатам и парламентариям так и не состоялось. В послании к Федеральному собранию президент традиционно высказывается об основных направлениях внутренней и внешней политики государства, а также дает новые поручения Госдуме. Вот его главные тезисы. В России появится Государственный фонд поддержки семей погибших военных и ветеранов СВО. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. За каждой семьей ветераном будет закреплен куратор. На Ямале такая практика уже есть. Помимо этого, для всех участников СВО установят регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней раз в полгода. Будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе до Иркутска и Владивостока. С выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Планируется развитие портов Черного и Азовского морей, транспортного коридора Север-Юг, Волго-Каспийского канала, Транссибирской ЖД-магистрали и особо важного для Ямала-Ненецкого округа Северного морского пути. Программу бесплатной газификации распространят на социальные объекты. Для граждан программа теперь будет действовать на постоянной основе. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Для развития внутренней экономики с этого года государство готово предоставить промышленные кредиты в размере до 500 миллионов рублей, снизить налоговые выплаты при покупке отечественных IT-продуктов, а также создать выгодные условия для инвестирования внутри страны. Все должны понять, и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. В России растет популярность среднего профессионального образования. Путин поставил задачу за следующие пять лет подготовить один миллион квалифицированных рабочих специалистов. Серьезные изменения ждут систему высшего образования. Президент предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Аспирантуру выделят в отдельный уровень профобразования. Проиндексированный маткапитал смогут получить семьи с детьми в новых регионах России. Ранее такое же решение было принято для жителей Крыма и Севастополя. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. В прошлом году минимальный размер оплаты труда в сумме вырос на 20%. В этом году МРОД уже проиндексировали на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одну на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Изменения также коснутся социальных налоговых вычетов. Лимит таких выплат по расходам на обучение детей увеличит с 50 до 110 тысяч рублей в год. На собственное обучение и лечение со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть целокупный ударный потенциал альянса. Новоуренгойские семьи получили жилищные сертификаты. Ямальцев проверили на знание диалектов коренных малочисленных народов Севера. А Собский рыболовный завод больше не покупает икру муксуна и чира в других регионах. Подробнее об этом в новостях короткой строкой. Шесть новоуренгойских молодых семей получили жилищные сертификаты. В прошлом году воспользовались окружной программой по улучшению условий проживания 328 семей. Напомним, социальная выплата доступна супругам, не достигшим 36 лет. Для этого необходимо подать заявление в местный департамент строительства и жилищной политики ЯНАУ. Срок рассмотрения 10 дней. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. По данным последней всероссийской переписи населения, россияне считают родными более 170 языков. Список возглавляет русский, далее татарский, чеченский. В день языка во многих странах проводятся разные акции. На Ямале провели диктант на знание диалектов коренных малочисленных народов Севера. Результаты опубликуют на сайтах Национальной библиотеки Ямала и ведомства по делам КМНС 30 марта. Природные заказники Надыма и Красноселькубского района пополнились новыми снегоходами. Техника поможет в труднодоступных местах зимой проводить перепись обитателей заповедников. В этом году сотрудникам дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАУ необходимо исследовать более 2000 километров. Это 175 маршрутов. Позади уже 118. На них заметили следы зайца, лоси, дикого оленя, а также глухаря и белые куропатки. Собский рыбоводный завод отказался от закупа икры муксуна и чира в других регионах, так как смог самостоятельно произвести достаточное количество в 2022 году. На предприятии сейчас инкубируется около 40 миллионов икриных муксуна и чира. Рыбоводы контролируют температурный режим, наблюдают за беспребойным водоснабжением. Летом подросших мальков выпустят в естественную среду. Таким образом предприятие смогло выйти на полный цикл разведения ценных пород рыб. В Лимбияху этим летом ждут большие перемены. В районе появятся веревочный парк, велодорожки и лыжероллерная трасса. Впечатляет одно даже перечисление. А уж визуализация какая. Уже определен подрядчик фирма «Гранит». Она же строила многофункциональную площадку «Тута Круто» в Карачаево. С инициативой облагородить территорию возле школы три года назад выступили родители и ученики. Их идея вошла в число победителей регионального проекта «Уютный Ямал». Затем разработали интересный проект с зонами для отдыха и занятий спортом. Есть здесь и скейт-парк, игровые площадки, уютные беседки, световые качели. Природный рельеф местности и ручей сохранят. Площадку обустроят по федеральной программе «Комфортная городская среда» к осени. Новоенгольские хирурги подарили возможность ходить одной юной и очень сильной девочке. Ребенок получил серьезные травмы позвоночника во время спортивной тренировки. Упал, очнулся гипс. В случае 11-летней Варвары все оказалось куда сложнее. Трагедия, уложившая девочку на больничную койку, произошла в Губкинском спортивной школе «Арктика». 17 января во время тренировки по скалолазанию она упала с шестиметровой высоты. Я занималась скалолазанием профессионально уже пятый год. Готовила к соревнованиям в Сургуте. Надо было скоро ехать. Но на одной из тренировок я совершила такую небольшую ошибку. По своей невнимательности забыла прицепить страховочный трос. Я оттолкнулась, думала, что сейчас спущусь спокойно. Оказалось, нет. Я упала, открывая глаза, думаю, ой, а что произошло? Вроде как ничего не болело первые секунды 20. Может, потом спина начала мудить. Это сейчас Варя бодрится. Мол, не думала, что первый в ее жизни полет на вертолете окажется таким. А тогда шок и оцепенение у всей семьи. Тренировка шла к завершению. Мы собирались Варю забирать с тренировки. В этот момент нам позвонил тренер и сообщил, что Варя упала. Извините, очень сложно. Ну, знаете, первая реакция, наверное, какое-то такое вот оцепенение. То есть не было ни слез, ни какой-то паники. То есть я приехала на место, я увидела, как она лежит. Все, тут же приехала скорая. И мы на скорую уже были доставлены в нашу больницу городскую, Губкинский. После осмотра медики приняли решение срочно транспортировать ребенка в Новоуренгой. Слишком серьезными оказались ее травмы. Девочку доставили из города Губкинский рейсом санавиации, вертолетом, на щите. Было доставлено приемное отделение. На этом же щите мы томограмму сделали, увидели картинки. Ну и, собственно, сразу скальпельно точили, побежали оперировать. Для того, чтобы стабилизировать позвоночник, бригаде хирургов пришлось провести две сложных операции. Ушло на это восемь часов. Травма варя оказалась из редких. При падении сломался крестец, сдавились нервные корешки. Оперировал я, заведующий травматологией и травматолог дежурный. В ходе операции была выполнена репозиция крестца закрытая. То есть крестец, отломка креста вставлен на место. Была проведена стабилизация позвоночного столба. При второй операции была выполнена декомпрессия этих корешков. После операции состояние улучшилось, спина стала болеть меньше, позвоночник был дестабилизирован. От профессионализма врачей зависела дальнейшая жизнь ребенка. Чем раньше проведена операция, тем больше шансов на восстановление двигательных функций. Прогнозы у девочки хорошие. Обошлось без послеоперационных осложнений. Да и организм молодой и сильный. Если такую операцию не провести было вовремя, то пациент был бы инвалидом, лежачим, неходячим. Сейчас Варя потихоньку расхаживается при помощи ходунков. Затем перейдет на костыли. Ее ждет дальнейшее реабилитационное лечение в специальных центрах. Там, где уже будут ей полностью заниматься реабилитологи. И я считаю, что через месяц-два-три уже она будет полноценно ходить без ходунков. И восстановится все утраченные функции у нее. По словам мамы, не удариться в панику помогала уверенность медиков в благоприятном исходе. Хотели бы сказать слова благодарности нашим врачам, которые подарили нам такую возможность снова ходить. Всему персоналу, в том числе и младшему медицинскому персоналу, за их терпение, за их заботу, внимание, за их поддержки, которые каждый день здесь нам оказываются. Каждый, кто заходит, каждый подбатривает, поддерживает. Всем вам за это огромное спасибо. По факту падения ребенка со скалодрома проводится следственная проверка. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. У семьи пострадавшей девочки к тренеру претензий нет. Какое-то такое стечение обстоятельств, какая-то секунда. Потому что пятый год заниматься скалолазанием – это не первый месяц и не полгода. То есть ребенок достаточно ознакомлен со всеми этими правилами. Продолжит ли Варя заниматься скалолазанием, которым она увлечена с раннего детства, если позволит состояние здоровья? Сама девочка ответа на этот вопрос пока не знает. Слишком мало времени прошло после той роковой ошибки. Вы знаете, все будет зависеть от ее желания. Довольно-таки спортивная девочка, занималась разными видами спорта. Она остановилась на скалолазании, участвовала во многих соревнованиях, занимала также призовые места. Поэтому я думаю, что ей все равно нужно чем-то активно заниматься. Но если это будет ее выбор, продолжать скалолазание, я не буду против. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Врачи газовой столицы подарили шанс на ходьбу еще одному своему пациенту. Медики спасли мужчину от ампутации ноги после аварии. Но Буренгольский сосудистый хирург Рафик Саламанян прилетел в Надым и совместно с местными коллегами провел операцию по сшиванию сосудов. Восстановили кровоток. В итоге пациенту сохранили ногу. Сейчас суверянин продолжает лечение. Сейчас короткий прерыв на рекламу. Оставайтесь с нами. Ресторан традиционной турецкой кухни «Шеф Соул» ждет вас в самом центре Нового Уренгоя. Открытая кухня. Повара из Турции. Приятная атмосфера. Что можно сделать за три дня? Придумать дизайн. Раскроить. Облицевать громкой. Добавить фурнитуру. Собрать и... Радоваться новой кухне. Детской. Шкафу-купе. Элит мебель. Пожалуй, самое быстрое производство мебели в Новом Уренгое. Проспект Губкина, 6Г. Телефон 231-231. Надоела старая шуба? Сдаю нам и получи скидку до 60 тысяч рублей. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в Новом Уренгое. С 14 по 26 февраля в ТРЦ «Солнечный». Третий этаж. Откройте для себя «Локситан». Мир натуральной косметики и парфюмерии из Прованса. Богатый выбор подарочных наборов по выгодным ценам. И бесплатная праздничная упаковка ждут вас. Дарите лучшее. Дарите «Локситан». Торговый центр «Солнечный». Первый этаж. Привет. Меня зовут Алексей Власов. Я работаю урологом. Уже 11 лет. Вижу, вы немного напряглись. Понимаю, многие до сих пор над боятся и пропускают профилактические осмотры. А ведь это давно не больно и не страшно. Потому что мы в поликлинике «Сканер» используем самые продвинутые методы диагностики и обследования. А если нужно лечение, лечим на современном и эффективном оборудовании. Быть здоровым – значит чувствовать желание жить и заботиться о тех, кто рядом. Приходите в «Сканер» и обследуйтесь вовремя. В Новую Рингу съехались добровольцы со всего региона. Форум собрал общественников, авторов и участников социально значимых проектов. Волонтеры различных направлений, от инклюзивных пространств до экологии, на встрече знакомились, обменивались опытом, строили планы на работу. Подробности в сюжете. Для нас это большая часть принимать волонтеров «Ямала», которые принимают активное участие в организации социально значимых проектов всего региона «Ямала». Пространство возможностей и взаимопомощи, где каждый может быть полезен каждому. Так описан форум добровольцев на платформе добро.ру. Мероприятие нацелено на формирование сообщества неравнодушных людей на «Ямале». В этом году изменили формат форума. Им не закрывают прошедший год, а открывают новый. Добровольцам предлагают активно включаться в общественную жизнь «Ямала». В округе сейчас реализуется множество проектов. В Салихарде развивается направление социокультурного волонтерства. В Губкинском сбор вещей. Волонтеры-медики в Ноябрьске. А еще поисковые отряды, помощь пожилым. Зооволонтерство в приютах для животных. Скоро возобновят добровольческие миссии в природные парки и волонтеры Арктики. Скольким людям удалось помочь, невозможно посчитать. Никак. Огромное количество добрых дел никуда не выносится и никак не афишируется. Огромное количество людей, которые не считают себя добровольцами и никогда не будут себя ими называть, им так комфортно. Добровольцы основательно прокачали свои навыки на трехдневном командном интенсиве. Волонтеры обсудили с экспертами проблемы направления. Разобрались, как сделать так, чтобы их работа была эффективнее, как привлекать партнеров и средства на свои проекты, громко заявлять о них в обществе. И при этом самому не раствориться в добровольчестве, чтобы оставалось время и на личную жизнь. По официальным данным, на Ямале волонтерят более 30 тысяч человек. Северян всегда отличали человечность и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Благотворительные подразделения есть во многих организациях Нового Уренгоя и округа в целом. У нас очень много проектов, направленных на волонтерство. У нас есть целая программа «Будущее вместе», которая направлена на разные направления, проблемные зоны округа. Это начиная из, я уже сказал, ориентированных на детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Это и дети, которые остались в трудной жизненной ситуации без родителей. Да и сами горожане уже зачастую не ждут инициативы от кого-то, а включаются в решение проблемных вопросов сами. Например, мобилизованным и их семьям помогает не только округ. Люди объединяются, шьют, вяжут для бойцов, готовят для отправки на фронт сублимированные супы по зову сердца. На форуме отличившихся волонтеров наградили знаком за вклад в развитие добровольчества. Среди них и новоуренгойка Наталья Алексиенко, руководитель общественной организации «Золотые грифоны». «Золотые грифоны» — это первый шаг в добровольчество, потому что в нашу организацию дети приходят с шести лет. Направленной к какой-то конкретной деятельности у нас нет, потому что дети должны попробовать все стадии добровольчества. Это и зову волонтерства, и социальное, и экология, и какие-то сопровождения мероприятий, то есть бабушки, дедушки. Никуда от этого не уйти. То есть каждый должен понять, что в его сердце откликается. Стать частью добровольческого движения может каждый. Можно и зарегистрироваться на портале «Добро.РФ» или же влиться в ряды волонтеров в своем городе. Штаб «Мы вместе», например, есть в каждом муниципальном образовании Ямала. Татьяна Забродина, Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Военно-исторический клуб при Салихарском музее имени Шамановского завершает создание 3D-макета ЖД-станции и поезда «Гарем-36». Стенд уже протестировали. Сделали военную технику, шелезнодорожное полотно, вагоны и локомотив. За счет 3D-моделирования макетчикам удалось приблизиться к подлинному внешнему виду техники. Помогает им в работе и токарный станок. Уточню. Легендарный поезд «Гарем-36» в годы войны ремонтировал освобожденные советской армией маршруты. А еще использовался при строительстве ЖД-ветки «Сургут-Уренгой». В дальнейшем созданный макет планируют показывать в городах и поселках Янао. В День оленеводов на Дыме пройдут соревнования на Кубок губернатора Янао. Праздник коренных малочисленных народов Севера продлится 2 дня – 25 и 26 февраля. Участников, среди которых нет профессиональных спортсменов, ждут гонки на оленьих упряжках, соревнования в метании тензяна на хорей, перетягивания палки, прыжках через нарты и другие национальные виды спорта. Впервые заявлена новая дисциплина для состязания – этнобиатлон. Она совмещает в себе лыжную гонку и метание тензяна на хорей. Победители соревнований получат снегоходы, генераторы и другие ценные призы. Кроме спортивных баталий, гостей и жителей Надыма ждет насыщенная культурная программа. Парад оленьих упряжек, показательные выступления собачьих, фестиваль этнической музыки, ледовое шоу. Также в первый день соревнований состоится праздник национальной кухни с дегустацией строганины из рыбы и оленины, шулюма, ухи и чая. Не определились с подарками для своих любимых на 8 марта? Возможно, найдете нужный на меховой ярмарке. Известный производитель дает на свои изделия скидки до 70%. Зима на Ямале долгая и суровая, поэтому шубы для жителей Арктики всегда актуальны. Пополнить и обновить гардероб северянкам поможет меховая фабрика «Ангелина Сэм». Она зарекомендовала себя на рынках всех регионов страны, а шубки от этой компании остаются популярны у россиянок уже более 20 лет. Сейчас для жителей газовой столицы в наличии более 3000 моделей, в том числе обновленная зимняя коллекция. И на все это до 26 февраля включительно действует скидка до 70%. Что касается размеров, то модельный ряд от 38 до 70. Все шубки сертифицированы и имеют гарантию 2 года. Фабрика «Ангелина Сэм» также предлагает покупателю выгодную рассрочку без первоначального взноса и переплат. А для тех, кто хочет старую шубу обменять на новую, производитель дарит скидку до 60 тысяч рублей. Норка, Мутон, Астроган, Кёрли и многое другое ждут новоуренгойцев по адресу ТРЦ «Солнечный». Улица Сибирская, 26, 3 этаж, выставка шуб «Ангелина Сэм». Далее наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Илья Ветров расскажет о криминале и происшествиях в округе за сутки. У меня же все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!